Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Олегович Новоселов, начальник отдела земельного контроля администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте! Добрый день! Сегодня хотелось бы подвести итоги работы вашего отдела за 2021 год. Что сделано? Какие результаты? 2021 год, как мы видим по тенденции, с каждым годом все больше и больше контрольно-надзорных и профилактических мероприятий мы проводим в рамках осуществления муниципального земельного контроля. Так, за 2021 год отделом муниципального земельного контроля и инспекторами муниципальными земельными проведено более 3000 плановых рейдовых осмотров на предмет вовлечения незарегистрированных объектов капитального строительства в налоговый и гражданский оборот. Также в части комплексного развития территорий округа, в целях выявления незаконной предпринимательской деятельности, а также в целях выявления произрастания Борищука-Сосновского. Какие результаты по итогам этих рейдов? Вот в целом, что можно говорить о том, насколько земля действительно находится в правильных руках и правильно к ней относится собственники? Да, по результатам проведенных мероприятий отделом инициировано и проведено 234 проверки, плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства собственниками и правополадателями земельных участков. Мы видим из года в год достаточно стандартный набор нарушений. Это самовольное занятие земельных участков и нецелевое использование. Также третий подвид – это неиспользование земель, предназначенных для строительства, а также для сельскохозяйственного производства. В таком случае ваши дальнейшие действия? Мы в рамках своей компетенции проводим внеплановые проверки. Дальше в случае выявления нарушения земельного законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность, направляем эти материалы в административные органы, по результатам которых выносится постановление о назначении административных наказаний. Продолжается борьба с произрастанием борщевика Сосновского. Как обстоит дело в нашем округе? Сейчас есть меры, которые принимаются к физическим, к юридическим лицам. Как обстоит ситуация об этом? В прошлом году мы выявили достаточно много таких нарушений, по результатам которых административная комиссия Одинцовского округа вынесло постановление на сумму более 10 миллионов. То есть это достаточно значительное. Основная часть, конечно же, из этого объема штрафов относится к юридическим лицам, в границах которых выявлены произрастания борщевика Сосновского, что указывает на несоблюдение такими собственниками обязанностей, возложенных законодательством Московской области на них. В результате чего как раз и вынесены такие большие и достаточно много административных штрафов. Вот те меры, которые существуют и которые применяются в отношении на произрастание этого сорняка на территории округа, насколько они эффективны, и насколько ситуация с распространением этого растения, она все-таки подконтрольна, и есть положительная динамика. То есть действительно площадь сокращается. Понятно, что с сорняком бороться не так просто, но тем не менее. Площадь действительно сокращается. Мы видим не так быстро, как, наверное, хотелось бы. Тут у нас есть и определенные очаги, которые произрастают на землях неразграниченной собственности, на муниципальной собственности. Такие тоже вещи есть. И мы с ними системно боремся. То есть у нас уже третий год подряд заключается муниципальный контракт на обработку таких площадей. Мы системно три раза в год их обрабатываем. То есть если заниматься этим системно и комплексом, то можно, в принципе, победить такие вещи за год-два, максимум три. Если же не уделять, то он разрастается с каждого года все больше и больше. Ну и, соответственно, объем и сложность побороть его в том месте, соответственно, возрастает. Какие изменения вступили в силу в этом году в законодательстве? Да, у нас с 1 января 2022 года по истечении переходного периода вступил в силу для нас, для органов местного управления 248-й федеральный закон о государственном контроле, о государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. То есть он поменял, пришел на смену закону, который был до 2008 года, и в отношении юридических лиц действовал сейчас. Проведение внеплановых проверок и внеплановых контролей надзорных мероприятий, в том числе и в отношении физических лиц, связано с согласованием таких мероприятий с органами прокуратуры. Вводится несколько новых, так скажем, понятий, которых не было в прошлом законе. Это такие, как приоритет профилактических мероприятий над контрольными, а профилактические мероприятия это такие мероприятия, в результате которых выдается некая рекомендация по устранению этих нарушений. Дается время в добровольном порядке произвести определенные действия, направленные на устранение этих нарушений, либо физически, либо юридически. Сейчас прописано это официально в новом законодательстве, то, что приоритет все-таки имеет профилактика. То есть мы сначала предупреждаем, уведомляем, даем людям время исправить ситуации, если это не что-то серьезное, и действия правополадателей таких земель не могут нанести вреда жизни и здоровья граждан или окружающей среде. То есть по таким фактам мы сразу выносим соответствующее решение о проведении в неплановой контрольной надзорных мероприятий и согласовываем с прокуратурой. Во всем остальном это такие более мягкие способы и меры взаимодействия с правополадателями, то есть без применения административных санкций. Евгений Олегович, есть ли еще какие-то изменения? Да, в настоящее время новым законом вводится иной порядок обжалования действий любых и органов муниципального земельного контроля и любых контрольных органов. То есть сейчас это возможно сделать через государственные услуги. То есть если вы не согласны с решениями, с действиями проверяющих, то есть вы можете и даже должны сначала через госуслуги подать жалобу, а потом в случае с несогласиями с результатами этой жалобы идти в суд уже в административном порядке обжаловать эти действия. Раньше указанный порядок был другой, сейчас он вот такой вводится, ну то есть это обязательные условия для обращения в суд надо сначала так скажем пройти административным порядком. А еще что хотелось бы сказать, вот как раз вводятся два новых мероприятия, это у нас идет профилактический визит, это как раз профилактическое мероприятие, вот, там в соответствии с которым выдается по результатам таких действий. Оно короткое, профилактический визит, там в течение одного рабочего дня оно производится, вот, выдаются рекомендации, вот, они могут быть в письменном виде, в устном виде, которые, ну, человек тоже должен воспринимать как бы адекватно, они не имеют силу предписания и какого-то обязательного, ну поэтому они называются рекомендацией, но они тоже выдаются не на пустом месте, а с учетом как бы выезда, понимания и общения на земельном участке с правообладателем, ну то есть такая ми, как мини-проверка, но без выдачи предписаний, которые обязательны к исполнению, из-за неисполнения которых есть определенные санкции, прописанные как раз же в административном кодексе. И инспекционный визит, это тоже новый вид контрольных, контрольных мероприятия, тоже производом которого может быть выдано им предписание, ну и также решен вопрос о необходимости проведения внеплановой проверки, ну опять же, с учетом согласования органами прокуратуры. Насколько нововведения помогут вам в вашей работе? Есть определенные положительные моменты, они связаны с возможностью уведомления граждан, там, собственников земельных участков, других поработателей, там, допустим, арендаторов, через госуслуги. Вот, потому что сейчас в реестре недвижимости содержатся не совсем актуальные адреса о регистрации собственников, потому что нету обязанности их при смене места регистрации уведомлять орган на регистрации прав о том, что у них изменился адрес регистрации. И когда мы заказываем эти сведения, они всегда не актуальны, и мы можем правильно и законно уведомить людей, когда это необходимо. Если говорить о тех целях и задачах, которые стоят в 2022 году перед отделом земельного контроля администрации округа, на что будете уделять в первую очередь внимание? Ну, в первую очередь это борщевик сосновского, то есть с апреля у нас начинается, когда сходит снег, благоприятные условия, и он начинает очень активно расти, цвести, и там после есть определенные рекомендованные сроки, когда это необходимо только при первом ее появлении делать, то есть первичную обработку проводить, апрель-май у нас и все лето, в общем-то, то есть у нас борщевик сосновского, лесохозяйственные земли, вопрос использования их по назначению тоже стоит достаточно остро, арендованные участки будем смотреть, то есть в основном по землям опять же с лихо с назначением, те земельные участки, которые предоставлены без торгов под сельскохозяйственное производство, также вовлечение незарегистрированных объектов капитального строительства тоже в налоговый гражданский оборот, в основном такие достаточно стандартные для нас вещи может быть единственным в более большем объеме, потому что мы видим, что из года в год объем таких мероприятий увеличивается. Прогнозируете рост, количество рейдов, выездов, нагрузки на сотрудников? Такая тенденция есть, да, мы ее видим, и скорее всего так это и будет. Спасибо, Евгений Олегович, за интересную беседу. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу, специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok